Я читаю двадцать первую главу из Третьей книги царств. И было после сих происшествий у Навуфея из рейлетянина в Изриеле был виноградник подли дворца Ахава царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, — Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощный сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву, — Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих. И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей из рейлетянин, говоря, — Не отдам тебе наследство отцов моих. И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, и Изавели сказала ему, — Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? Он сказал ей, — Когда я стал говорить Навуфею из рейлетянину и сказал ему, — Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него. Тогда он сказал, — Не отдам тебе виноградника моего. И сказала ему и Изавель, жена его, — Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? — Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Навуфея из рейлетянина. И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так, — Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, а против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, — Ты хулил Бога и царя. И потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер. И сделали жители города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Изавель, так, как написано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа, и выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди перед народом, и говорили, — Навуфей хулил Бога и царя. И вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Изавели сказать, — Навуфей побит камнями и умер. Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, И Изавель сказал Ахаву, — Встань, возьми во владение виноградник Навуфея из рейлетяйна, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер. Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея из рейлетянина и взять его во владение. И было слово Господня к Ильи Фесфитянину, — Встань, пойди навстречу Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему, — Так, говорит Господь, ты убил, и еще вступаешь в наследство? И скажи ему, — Так, говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Ильи, — Нашел ты меня, враг мой? Он сказал, — Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Так, говорит Господь, вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иерваама, сына Наватого, и с домом Ваасы, сына Ахина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Так же и о Иезавеле сказал Господь. Псы съедят Иезавель за стеною Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого человека, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали Амареи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова эти, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Ильи Фесфитянину. И сказал Господь, видишь, как смирился предо мною Ахав, за то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok